Делегация Чувашской Республики во главе с Михаилом Игнатьевым приняла участие в учредительном съезде Общероссийского Народного Фронта. На съезде были выбраны руководящие органы ОНФ, приняты устав и манифест. Учредителями движения стали 480 человек, в штаб фронта вошли 55. В общей сложности в работе съезда участвовали полторы тысячи делегатов и приглашенных. Его освещали около 600 российских и иностранных журналистов. Побывали на съезде и наши коллеги Родион Архипов и Андрей Шоклев. Участники съезда Общероссийского Народного Фронта проголосовали за создание движения на базе организации и приняли устав. Отныне Общероссийский Народный Фронт будет называться Народный Фронт за Россию. И мы сегодня с уверенностью можем сказать, да, съезд состоялся, да, мы приняли манифест, да, мы приняли устав, да, выбрали лидера. А это что значит? Засучив рукава, значит, все мы, представляющие общественность России, общественность регионов, мы готовы работать за развитие России. Услышанного, который мы, наверное, в работу пустим все это и будем разрабатывать все, и будет все дела выйти, и будет лучше Дубай. Не должно, он бы сказал, теряться обращение народа в кабинетах, а нужно доходить вот эти обращения до главы Рейглана и вот, в частности, Владимира Владимировича Путина. Мне очень приятно, что наше региональное отделение котируется в России, и в составе небольшой делегации Союза Пенсионеров в России меня тоже включили учредителем этого движения. Вносил предложение тоже, два раза я поднимался, вносил предложение по уставу и по манифесту. Единение, патриотизм, сплочение во имя, как было сказано сегодня, наших детей, нашего будущего. Будем больше творить, будем рожать, будем созидать. А это самое главное, чтобы счастливы были наши родители, не беспокоились и были здоровы, и были счастливы наши дети. Для нас, для женщин, это самое главное. Вместе с нашими мужчинами, с Советом Отцов Республики, с руководством республики, я думаю, что Чувашия – лучший регион. Это бутон российского соцветия, и мы еще многое можем и покажем. Самое главное то, что общероссийский народный фронт учредили простые люди, а не должностные лица органов власти. На самом деле, съезд зажег всех тех, кому не безразлично судьба Российской Федерации. На самом деле, мы любим свою Российскую Федерацию. А то, что вот это общественное движение создано, оно на самом деле, прежде всего, направлено на социальную справедливость. За сотрудничество со всеми политическими партиями. Делегаты единогласно проголосовали за переименование Общероссийского народного фронта в Общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию». И без голосования избрали его лидером президента России Владимира Путина. Я приветствую всех, кто собрался в этом зале, и миллионы наших единомышленников, сторонников во всех уголках и во всех регионах нашей великой России. Мы вместе, потому что мы любим нашу Родину, верим в нее, готовы работать для общего блага. Нас скрепляют ценности, которые выше политических пристрастий, групповых интересов и, разумеется, выше личных амбиций. Это свобода и справедливость, права и достоинства человека, гражданская солидарность, любовь к своей стране.